Добрый день. Борис Хмельницкий, актер и композитор. Настоящая слава пришла к нему после съемок в картине «Стрела Робин Гуда», где он сыграл главного героя. Он был очень одаренным человеком, актером и композитором. Природа наделила Бориса Хмельницкого внешностью, талантом, душой. Казалось, что все дается ему очень легко, но это только на первый взгляд. Он шел к славе трудным и тернистым путем. Открытый и добрый нрав Хмельницкого притягивал к нему людей. Он не любил конфликтовать и ценил каждый прожитый день. Борис Хмельницкий 27 июня 1940 года в городе Ворошилов, который сейчас называется Уссурийск. Его отец был офицером Красной Армии, мама домохозяйкой. Кроме Бориса в семье подрастала старшая дочь Луиза. Отец курировал дома офицеров, где обучался музыке и Борис. Все его детство прошло в гарнизонах. Хмельницкие часто переезжали, успели пожить в 12 городах, пока отец не ушел в отставку. Борис заикался с самого детства. В возрасте 12 лет его повезли в Киев, чтобы показать известному профессору, который занялся его лечением. Мальчику удалось преодолеть недуг только частично. Когда он волновался, заикание проявлялось вновь. Борис поступил на учебу во Львовское музыкальное училище и учился по классу баяна. В окончании получил диплом дирижера. Максимально на что он мог рассчитывать, это карьера баяниста в каком-нибудь оркестре народных инструментов, если бы не встретил своего друга Валерия Сомова, который похвастался, что учит в театральном вузе столицы. Первая попытка поступить провалилась с треском, зато вторая была более чем успешной. Он стал студентом Щукинского училища, и это во многом заслуга Вольфа Мессинга, с которым дружила его семья. Иначе чем чудом это поступление не объяснишь. У Бориса всегда был хриплый голос. В минуты волнения он сильно заикался, и вдруг ему разрешают не сдавать при поступлении технику речи и этюды. Буквально с первого курса Хмельницкий вызвал интерес у Юрия Любимова. Педагог много занимался с одаренным студентом, и благодаря ему тот избавился от своего заикания. К тому же сменил имидж. Теперь Борис постоянно ходил с бородой. С третьего курса Хмельницкий попал в московский театр на Таганке, которому отдал много лет. Его карьера на этих подмостках закончилась в 1982 году. В кино биография Бориса началась в 1966, когда на экраны вышла дебютная работа актера «Кто вернется, да любит». Ему дали роль главного героя. Потом была Журавушка, где у него была такая маленькая роль, что его даже не пометили в титрах. Вслед за этим артиста позвали на съемочную площадку корзины о жизни и деятельности Софьи Перовской. Режиссер Михаил Калатозов предложил Хмельницкому роль в своем последнем фильме «Красная палатка», где он работал на одной площадке с Клаудией Кардинали и Шоном Конорем. Даже Сергей Бондарчук, когда-то заваливший Бориса на вступительном экзамене, позвал его на изодическую роль в одной из своих картин. Пройдет три десятка лет и Хмельницкого позовет на съемки дочь Бондарчука Наталья, которая начнет работу над историческим проектом «Одна любовь души моей», в основу которого легла биография Марии Волконской. Борис Хмельницкий писал музыку к фильмам. Его композиции звучали в нескольких фильмах. Самой любимой своей картиной Борис назвал вечер накануне Ивана Купала, где ему досталась роль Петра. Однако настоящий успех ждал Бориса Хмельницкого в образе благородного разбойника Робина Гуда. Первый раз он сыграл его в фильме «Стрелы Рубин Гуда». Потом через семь лет снова вернулся к этой роли, но уже в картине баллада о доблестном рыцаре Айвенга. В жизни актера тоже отличало благородство и неравнодушие к чужой беде. В 80-м фильмография Бориса Хмельницкого пополнилась картинами «Юность Петра» и «В начале славных дел», режиссером которых был Сергей Герасимов. Артист сыграл одного из участников «Стрелецкого бунта», человека, который организовал покушение на самого Петра I. Спустя несколько лет знаменитый голливудский артист Кирк Дуглас пригласил Бориса на совместную съемку. Гонорар в один миллион долларов был для советского артиста за пределами реальности. Но в то время советским артистам было практически невозможно попасть на работу за границу, поэтому этот проект так и остался нереализованным. Хмельницкий сыграл очень много второстепенных ролей, которые по яркости и накалу страстей были сродни главным. Он говорил, что иногда небольшую роль интереснее играть, что для нее тоже требуется актерский талант и мастерство перевоплощения. Он не боялся эпизодических ролей, если хороший сценарий и стоящая тема, то артист с радостью спешил на съемочную площадку. Как вспоминала сестра артиста Луиза, первый раз Борис серьезно влюбился в актрису Людмилу Шляхтур, которая известна по своей работе в картине «Тени исчезают в полдень». Молодые люди даже собирались подавать заявление в ЗАГС, но в день рождения Хмельницкого внезапно расстались. Тогда артисту исполнилось 25. Спустя некоторое время Борис воспылал любовью к Алле Тимидовой и чуть не поплатился за это. Алла тогда была замужем. Такие отношения считались аморальными, и именно по этой причине ему грозило отчисление из вуза. После работы в картине «Красная палатка» в личной жизни Бориса появилась Маргарита Терехова. Однако это было мимолетное увлечение. Первая жена Хмельницкого все годы учебы находилась рядом. Ее звали Марьяна Вертинская. Они были однокурсниками. Влюбленные поженились, а в январе 78-го у них родилась дочь Даша. Но их брак продержался всего три года. Потом они мирно развелись. Борис попросил, чтобы дочь осталась с ним жить, и Марьяна не стала возражать. Воспитанием Даши занималась бабушка и ее тетя Луиза, потому что у отца были бесконечные съемки и работа в театре. Потом в жизни Хмельницкого появилась Ирина Герасимова, психолог. Она сумела подружиться с дочерью артиста, но с мужем повела себя неправильно. Женщина хотела заставить его жить по ее правилам, настаивала на том, чтобы по вечерам он сидел дома, а не пропадал в своей любимой бильярдной. Борис очень дорожил личной свободой, поэтому такой напор ему быстро надоел. Супруги расстались еще до первой годовщины свадьбы. Дарья Хмельницкая выучилась на актера, режиссера и дизайнера. В настоящее время руководит фондом, оказывающим помощь бездомным животным. Есть у Хмельницкого и внебрачный сын Алексей, который получил высшее образование в Англии. Никто не знает, по каким причинам Борис не повел под венец мать своего сына Ирину, но мальчика он признал. В реальной жизни Борис Хмельницкий был таким же, как и его экранные герои. Честным и благородным. Актер никогда не распространялся о своих отношениях с женщинами. Считал, что это слишком личная информация, которая касается двоих. Он также никогда не говорил, что сам расстался со своими женами. Во всех интервью рассказывал журналистам, что две его замечательные жены его бросили. Актера Луиза до сих уверена, что до самого конца ее брат любил Марианну.